Итак, добрый день ребята, все кто занимается установкой мебели или хочет сам что-то сделать. Сегодня я вам расскажу как сделать шаблон под евростык, вот к примеру из такой вот куски ламината. Желательно просто выбрать качественную доску ламината из хорошего материала, который не будет скалываться. Что ж, внимание на экран, сейчас увидите. Вот такой вот самодельный шаблон для евростыка. И как я его сделал, и потом профрезерую, покажу какой результат. Значит, это первая попытка, я потом, скажем так, это одноразовый, я потом сделаю что-нибудь посерьезней. Хотя обычно я евростыки вообще не делаю, просто в такой случай решил не заморачиваться, а сделать сам. Ну, для этого надо мозги и руки. Значит, как сделал? Это проще простого. На торцовочной пиле, то есть разметил на заготовке, которую я собираюсь сделать, все размеры. На торцовочной плите, ой, пиле, 45 градусов. Позарезал, разметил угольниками, аккуратно перепроверил тысячу раз. И потом взял фрезер и с помощью копировальной втулочки обкатал. У меня уже, скажем так, были пробные, я на остатках пробовал, как получается, собственно, сам стык. Отлично, так что можно теперь пробовать на столешнице. Сейчас снимем, покажем, что получилось. Вот одну сторону мы отфрезеровали. Почему с тыльной стороны фрезеровал, а не с лицевой? Потому что фрезер, направление работы фрезы, когда работаешь в другую сторону, он будет срывать. А если заходишь отсюда, то будет ровный, без скола тут в конце. То есть в конце он вырывает. А если заходить отсюда, то вот красивая такая фрезеровочка. И сейчас противоположную сторону отфрезерую и состыкую. Посмотрим, как получается евростык. Когда это делаешь, все равно надо проверочный, скажем так, сборку сделать перед установкой. Противоположная сторона фрезеруется тоже, только с лицевой стороны, чтобы не было скола. Вот здесь, чтобы идеальный был заход. И фрезеруется, конечно, фрезой с подшипником. Вот так вот легко делается шаблон под евростык. И в итоге стыкуются две столешницы. Значит, вот столешница фрезеровочка есть. Вот стяжку. Вот такой вот. И вот такие пазы сюда. Питеньки можно, эти печеньки. Я из фанеры как бы нарезал. Чуть-чуть надо их подшлифовывать, чтобы меньше диаметр был. И клеем это все обязательно влагостойким. Вот я такой использую. Вот, B3, D3. Главное, чтобы влагостойкий был. Это стяжки для столешницы, для соединения столешницы. То есть, сотки могут быть еще больше. Шейчатки, они разные бывают. Может быть, потом покажу еще более такую мощную. Как бы, вот такие вот стяжечки. Столешница соединяется такими стяжками. Отверстие под стяжечку делается 35-й фрезой. Вот, в принципе, тоже такой из вопросов, для чего на заказ брать или иметь 35-ю фрезу. Потому что не всегда, вот столешницу ты не поставишь на присадочный станок. Но тебе надо иногда просверлить, как тут получилось, что удлинялась столешница. И пришлось пересверлить по месту вот эти отверстия. Вот так вот, ребятки. Значит, заключительная часть работы с евростыком. Его надо проклеить. Все склеить. Подготовить. Сейчас мы уберем вот эту в сторону. Раз, два, три. Чтобы не мешало. И будем склеивать. Тщательно надо. Влагостойким, хорошим клеем пола. Проклеить сначала полностью весь стык. Так, правая сторона у нас есть. Сейчас левую проклеим. Вот сюда. Несколько прокручиваем то одну. Чтобы равномерно было. То другую. И так, вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Фиксируем это дело. Ну вот, конечный результат нашей работы. Красиво, симпатично. Я надеюсь, видео было полезно вам. Я старался как мог. Ну, а вы тоже можете мне помочь. Поставить лайк. Подписавшись на канал. И оставив пару комментариев. Ну, дай.